Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале «Экзегет» мы продолжаем с вами чтение книги «Премудрости Иисуса Сына Сирахова», 25 глава. «Воздав великую почесть премудрости Божией, воодушевив всех нас быть ее чадами, возвращается к роду человеческому, наставник, и вновь дает нам взглянуть на землю после созерцания неба. «Тремя я украсилась и стала прекрасною перед Господом и людьми». Речь о премудрости, которая уже явила перед нами красоту свою и еще большее пообещала ветхозаветному человеку, а теперь еще и представляет свои особые краски. «Тремя я украсилась и стала прекрасною перед Господом и людьми. Это единомыслие между братьями и любовь между ближними, и жена и муж, согласно живущие между собою». Действительно, когда мы ищем примеры любви, то наиболее легко найти их в отношении матери или отца к детям своим. Еще больших усилий и редко и реже, чем естественная материнская любовь, можно встретить единомыслие между братьями, поскольку в самости своей свойственно людям не только друг с другом быть в разномыслии, но и даже с самими кровными своими братьями и сестрами оказываться в противоречиях и без единомыслия. Возможно, тогда единомыслие, когда воспитаны были в братьях ценности, превышающие всякие земные измерения. И тогда является вот это прекрасное украшение, проявление премудрости. И муж и жена, согласно живущие между собою, тоже только на основании общих нравственных ценностей, общего идеала, общего воспринятого религиозного чувства, возможно, подлинные согласия живущих вместе мужа и жены. «И три рода людей возненавидела душа моя, и очень отвратительна для меня жизнь их надменного нищего». Ведь нищета, несомая со смирением, есть действительная красота, которую и Господь хвалит. «Лживого богача, извинителен лживый нищий, который ради пропитания на выдумку хитер, но когда у человека достаток, а он остается лукав и бесчестен, то это вызывает отвращение и старика-прелюбодея, ослабевающего в рассудке. Чего не собрал ты в юности? Как же можешь приобрести в старости твоей?» Кому это слово? Упрек старости? Нет, это ободрение юности, как и говорит наш русский писатель. Юноша, восходя от мягкотелой юности в зрелость, «бери все благородные расположения души, все порывы высокие, не оставляй на дороге, не подымите потом». Страшна маячащая и мерещащаяся впереди старость, и ничего она не возвращает из потерянного, из тех благородных расположений, которые надлежало бы беречь с юности. Как прилично с седином судить и старцам уметь давать совет. Хорошо, если к старости ты действительно станешь чадом премудрости и соберешь ее, чтобы дать совет молодым, как ныне говорит Иисус Сын Сирахов, «Я даю советы вам». Как прекрасна мудрость старцев и как приличный людям почетным рассудительность и совет. Венец старцев – многосторонняя опытность и хвала их страх Господень. Сейчас часто спрашивают, покажите старцев, где старцы, как определить старца. И вот, как бы слыша наши вопросы из далекого прошлого, в двухтысячелетней давности, пророк говорит нам о признаках старчества, многосторонняя опытность, то есть не только житейская, но и духовная, и очень ясная характеристика пребывания в самом живом и глубоком страхе Господнем. Не все мысли, которые исполняют сердце мудрого, должны быть озвучены. А нечто есть тайное, о чем надлежит только молиться. Потому следующий стих звучит таинственно. «Девять помышлений похвалил я в сердце, а десятые выскажу языком». Вот, оказывается, сколько благого, что созерцает и понимает наставник, но высказывает не все. Почему так? Может быть, потому, что мы еще не способны принять? Или потому, что у премудрости есть тоже постепенность в тех дарах, которые подает она человеку? Что же необходимо высказать сейчас, чтобы нам с вами сегодня это услышать? «Это человек, радующийся о детях и при жизни видящий падение врагов. Только тогда, когда в семье будут заложены добрые основания для возрастания детей в вере и благочестии, тогда, возможно, и эта последующая радость и ублажает ее премудрый наставник. А видящий падение врагов не злорадствует о них, ибо и Господь не радуется о погибели нечестивого». Но само это падение врагов при жизни человека, виденное, свидетельствует о том, что сам человек среди множества врагов устоял в своем благочестии и даже до конца дней своих не оказался подвержен ни действию врагов видимых, ни действию врагов невидимых, как бы лукаво не изощрялись они против него. «Блажен, кто живет, с женою разумную, кто не погряжает языком и не служит недостойному себя». Еще трехкратное исчисление благ. «Жена разумная, сдерживание языка, и служить бы рад, прислуживаться тошно, отрицание, находиться в какой-то пирамиде злопыхателей, людей поврежденных, недостойных, несчастье быть в числе подчиненных таковым». «Блажен, кто приобрел мудрость и передает ее в уши слышающих, как велик тот, кто нашел премудрость, и он не выше, но он не выше того, кто боится Господа». Прекрасно расставляет акценты в жизни наш добрый наставник. Мы помним его слова, что «хуже того, кто не знает и, будучи неучим, а высказывается, тот, кто знает и просвещен мудростью, и не говорит, не наставляет». Потому не только приобретай мудрость, но приобретай и навык ее передавать в уши слышающих, а это требует уже определенного мастерства. Как велик тот, кто нашел премудрость, ублажает такового наставника, но при этом очень важно и в премудрости не оторваться от главного источника всех благ страха Господня. Потому и говорит в завершении этой фразы «но он не выше того, кто боится Господа». То есть овладевшему премудростью надлежит смиряться пред Господом и сознавать ограниченность свою. Страх Господень все превосходит. И имеющий его, с кем может быть сравнен риторический вопрос, который не требует ответа, не с кем сравнить того, кто в страхе Божьем пребывает. В нем есть вся полнота ведения, необходимого и для совершения путей временной жизни, и для стяжания жизни вечной. Можно перенести всякую рану, только не рану сердечную, и всякую злость, только не злость женскую. Действительно, копье, брошенное в человека, может задеть его руку, ногу, может быть выдернутым даже из тела, но если поражено будет сердце, то человека уже не спасти. Так и злость женская способна погубить человека. Эта злость не только какое-то физическое мщение, которое может задумать женщина, одержимая духом ненависти, но и та власть к соблазну, которая дана женщине, способна погубить любого. И в этом смысле злость женская в данном случае обозначает не только ярость, более это ярость и стремление сражаться даже до кровопролития, присуще все-таки не женщинам, а мужчинам. А злостью женской называет премудрой эта способность, а иногда и неудержимая страсть к соблазнению, тогда как именно она губит и тех, кто прежде думали о себе, что они твердо стоят. Всякое нападение только не нападение от ненавидящих и всякое мщение только не мщение врагов. Нет головы ядовития головы змеиной и нет ярости сильнее ярости врага. Соглашусь лучше жить со львом и драконом, нежели жить со злою женою. Не то, будто не знает наставник о том, как бывает необходимо потерпеть женскую ограниченность и оказаться и мудрее, и снисходительнее, озлобленной, раздраженной супруги, но говорит он о женщине, совершенно предавшейся духом своим служению врагу спасения человеческого рода. Злость и вредность и разрушительная сила женщины, лишенной стыдливости, покаяния, благовейного хранения своего женского достоинства, бывает и действительно невыносимо и лучше жить со львом и драконом. Как же определить этих поврежденных женщин, как нарисовать портрет их, чтобы мужчины опасались и заранее отдалялись от тех, кто могут стать причиной их совершенной погибели. Злость жены изменяет взгляд ее и делает лицо ее мрачным, как у медведя. Присмотримся к глянцевым журналам, на которых иногда какие-то одежды или их отсутствие совершенно призваны ослепить взирающего на него или на нее. И обратим внимание на содержание глаз, на изображение лика, лица, которое призвано быть подобным Богородице к ротости, чистоте, тихости. Не увидим ли мы на нем мрачность подобную медведю, когда не благоразумие спутницы своего мужа или матери детей своих, а некое хищничество сквозь все черты лица стремится похитить у созерцателя самую душу его. Сядет муж ее среди друзей своих и, услышав о ней, горько вздохнет. Всякая злость мала в сравнении со злостью жены. Жребий грешника падет на нее, что восхождение по песку для ног старика, то сварливая жена для тихого мужа. Не засматривайся на красоту женскую и не походствуй на жену. В предшествующих словах, живописуя страшное влияние женщины, сварливой, недоброй, неверной, бесчестной, предупреждает своего сына, а через него и всех нас, премудрый наставник, не слишком увлекаться женской поверхностностью, не прилепляться взглядом и страстью к внешней соблазнительности женской, не разобравшись прежде, что за душа под этими соблазнительными покровами. Досада, стыд и большой срам, когда жена будет преобладать над своим мужем, сердце унылое и лицо печальное, и рано сердечное, злая жена. Опущенные руки, расслабленные колени, жена, которая не счастливит своего мужа. Такое чувство, что и из собственного опыта свидетельствует о величайшей смуте душевной и мучении жизненным. Наставник главы книги, которого мы читаем, когда пытается предупредить сына своего не впасть в сети той жены, которая превратит жизнь твою вместо рая в ад. От жены начало греха, и через нее все мы умираем. Об этом напоминает апостол Павел. Не муж от жены, но жена от мужа. И не Адам первый пал, но Ева пала. Не давай выхода в воде не злой жене власти. Если она не ходит под рукою твоею, то отсеки ее от плоти твоей. Рука твоя это значит и власть мужа, это значит и та десница, которой правится жизнь наша. А десница наша и подлинное правление наше это деланье жизненное, которое ведет к благу и вечному и созидает те дела добрые, о которых уже многократно упомянул в своем наставлении наш пророк и наставник. Но если нету в женщине возле тебя желаний следовать вслед за рукой твоею путеводящей, то лучше тебе и плотью ее никак не увлекаться и отсечь ее от себя с тем, чтобы либо найти иную, достойнейшую, либо совершать жизнь свою в чистоте и целомудрии. в твое в твое 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 Продолжение следует...